Всем привет, друзья! Возвращаем в рубрику разговоры геймеров и коллекционеров. Я как-то в последнее время мало уделяю разговорам о себе лично, о своих историях, воспоминаниях. И сегодня я выбрал для вас такую довольно интересную тему, на мой взгляд. Игры, которые заставляли нас купить приставку или чтобы нам её подарили. То есть игры, за которых мы хотели приставку. На мой взгляд, это интересная тема и мне есть что вам рассказать. Моё игровое детство началось с Dendy. Тогда купили ещё не мне, а моему брату. В принципе, до этого я даже не знал существования игровых консолей. И впервые я познакомился как раз с Dendy. И первая игра была Darkwing Duck, то есть чёрный плащ. На ней я провёл достаточно много времени, но по меркам других людей не очень. Где-то около года. Потом немного погодя, у меня появилась Sega. Но мне казалось, что вот этот путь от Dendy к Sega проходил очень долго. И с Sega я познакомился чуть-чуть попозже, когда у друга моего брата она появилась. И он периодически приходил с ней. И первая игра, которую я увидел на ней, был Tiny Toon. Это очень потрясная, на мой взгляд, игра. Она даже сейчас мне нравится. Какая у неё красочная графика, анимация. Тогда мне казалось, что играешь словно мультик. До этого, когда я играл на Dendy, мне ничего больше было, как говорится, не надо. Мне Darkwing Duck устраивал. Но когда сравнил это с Tiny Toon, понимаешь, что это совсем другого качества игра. И тогда я с братом загорелся в том, что очень хочу эту игру. Но не только эта игра меня заинтересовала. Второй игрой, которая также оставила такой большой след, и мне очень захотелось поиграть в Sega Mega Drive, чтобы у меня была своя собственная приставка, это Quackshot. Мой любимый персонаж диснеевский, это Дональд. Он до сих пор расстает таким. Я не очень большой фанат Микки Маус или кого-то ещё. Дональд Дак мне очень нравился. И, к сожалению, на Dendy не попадались игры с Дональд Даком. И впервые я в Quackshot поиграл у моих сестёр, у них была Sega, и тогда я увидел Quackshot. Меня она очень впечатлила, и я сразу провёл параллель, что она по геймплею чем-то очень похожа с DuckTales на Dendy, который мы тогда играли. Первую, вторую часть. Тогда они мне очень нравились тоже, эти игры. Но Quackshot, опять же, имел другую графику. Какие-то тоже разнообразные уровни, которые были не хуже, чем у Tina Story. Это и в Трансильвании, и в Египте вот этот уровень, который до сих пор мне тяжело даётся. В пирамиде там очень много ловушек. И визуально она тоже была такой превосходной. Поэтому даже сейчас Quackshot остаётся одной из моих самых любимых игр на Sega. Моё знакомство с Sega было таким постепенным. Ещё до того, как я приобрёл её лично себе, нам подарили её, мы играли у друга брата. Он периодически приходил, и игры, которые у него появлялись, мы тоже видели. Но, к сожалению, всё-таки это был друг брата. Он с ним чаще виделся, потом он рассказывал всякие истории, мой брат. В какие игры сегодня играл, и что интересного увидел. И мне рассказывал про Аладдин. Тогда его очень впечатлила графика. Он говорит, вот ты не поверишь, вот мы с тобой мультик смотрели. Я такой, да, вот там всё то же самое. Я думал, ну, что ж такое, я очень хочу посмотреть. И когда я впервые увидел Аладдин, эта игра до сих пор также остаётся моей самой любимой. Я даже сейчас, таким трезвым взглядом взрослого коллекционера и ретро-геймера, понимаю, что одна из самых красивых графических игр на Sega Mega Drive. У неё прекрасная анимация, очень красочная. Разработчики, в том числе и дизайнеры, художники, приложили очень много усилий, чтобы упихнуть всё это в один картридж, и сделать такую анимацию, которая, так же, как и Lion King, имела такое же качество, как и в мультфильме. В игре всё это было, и, в принципе, на Dendy мы тогда не играли в Аладдина. Не с чем было сравнено, кажется, китайцы потом сообразили клон Super Nintendo. Нам он не попадался. Но тогда, когда я увидел Аладдин, тогда я сразу понял, что я по-любому возьму себе, если Sega, то у меня будет вот этот картридж. И потом, когда Sega у нас появилась, немного погодя на Новый год, нам всё-таки купили Аладдина, и я потом заигрывался у него постоянно. Когда была у друга приставка, мне не получалось её проходить так, просто на 2-3 уровня, мы потом приставку отдавали, или он забирал, не получалось, когда всё-таки не своё, много не поиграешь. И следующая игра, которая также оставила след, и благодаря которой я очень хотел себе Sega, это Черепашки и Ниндзя. Потому что Черепашки и Ниндзя мне также знакомы с Dendy, мы часто заигрывались в третью часть, мы пытались убить Шредера, вы всё прекрасно понимаете, о чём я, нам это не удавалось. И во вторую часть мы играли. Мне разве что только первая не попадалась, на Dendy я не играл. Вот вторая, третья, третья моя самая любимая. И когда на Sega я это увидел, вот этот битэмап, что также можно выбрать одного из четырёх персонажей, всё то же самое, на мой взгляд, всё привычное, но лучше графика, лучше анимация, разнообразные уровни, как тогда казалось. Сейчас, конечно, я понимаю, что Sega-версия уступает, Super Nintendo-версия, но мы к этому ещё вернёмся. Однако в тот момент меня впечатлило, и всё, черепашки, Ниндзя на Sega, это же крутотень, надо по-любому брать Sega. И так моё желание Sega нарастало всё больше и больше. По детству страсти по Disney не унимались, мы играли как Квакшот, так и другие игры. Страстно хотели, чтобы и Утина История была на Sega, но так и не понимали, почему так и не было такой игры. И одна из которых всё-таки у нас была, это Mickey Mania. К сожалению, я так и не прошёл, она безумно сложная, даже сейчас мне трудно её осилить до конца, но тогда она графически очень сильно цепляла. Уровни были также разнообразные, было очень много различных врагов, также и впечатлял вот этот уровень, который скроллился вот так вот в фон у замка. Тогда это было очень удивительно, мы ещё в Великом Драконе читали статью, они и думали, вот бы пройти. Кстати, никто из нас, наших друзей, пройти её и так и не мог. И другая игра, которая также оставила след и больше заставила купить Sega, это Road Rush. Вот особенно мне нравится вторая. Не первая, не третья, именно вторая часть. Моя самая любимая, мне нравится саундтрек. И тогда концепция даже очень сильно удивила, что не просто какие-то гонки мотоциклетные, где ты должен приехать первый, там и драться можно, ты там такой плохой парень, да, постоянно выхватываешь, можешь выхватить оружие, ударить кого-то, и там есть и биты, и цепь. Вот это всё очень удивляло. И полицейские были. Особенно мне нравилось, когда ещё на большой скорости, если влетишь и прям потом летишь, пока лицом дорогу не встретишь. Вот это всё очень удивляло. До этого подобных игр не было, естественно. Сравнив было не с чем. И когда мы впервые увидели, нас это очень впечатлило. У друга такая игра была, и, можно сказать, наш список желаемых игр для Sega лишь пополнялся и пополнялся. И Road Rush 2 было в этом числе. И потом, когда у нас появилась Sega, сразу не удалось приобрести, его было тяжело почему-то найти. Была даже и третья часть, вторую было трудно. Но потом, со временем, мы его так и приобрели, полностью прошли, открывали различные секреты, в том числе на секретного персонажа, на чёрный байк, у которого сразу на максимальной скорости. В общем, доли поперёк. И вот эти заставки, которые были между трассами, с юмором, даже сейчас, вот если с братом играем, смотрим, до сих пор с улыбкой вспоминаем, как тогда нас это цепляло. Став счастливым обладателем Sega Mega Drive, страсти в дальнейшем не унимались, потому что всегда хочется чего-то большего, чего-то лучшего. И как раз мы тогда оформили подписку на журнал «Великий дракон». С его страниц мы узнали о существовании такой приставки, как Super Nintendo. К сожалению, так получилось, что я пропустил передачу «Дэнни новой реальность», хоть она транслировалась на первом канале, но почему-то она мне не попадалась. Я даже не знаю, почему. Канала 2х2 у нас не было. И вот с его страниц мы узнали о Super Nintendo и постоянно фантазировали себе, представляли какие там игры, потому что ни у кого из нашего окружения у друзей Super Nintendo не было. И мы знали только то, что это тоже 16-битная приставка, так сказать, прямой конкурент Sega и есть чем сравнивать. Но скриншоты всегда очень сильно удивляли и заставляли фантазировать, представлять, какие они на самом деле. Потому что всегда игры были красочными, спрайты большие, такие насыщенные. Кажется, игры были динамичными, безумно интересными. И вот одна из таких, которая меня очень сильно заинтересовала, игра была под названием Forky Peak. Вот эта игра, которая теперь уже у меня в коллекции. Это как раз тот случай, когда ты узнал об игре, наверное, лет 15 назад, и когда ты в нее поиграл, ну, я поиграл в нее сперва на эмуляторе, она не разочаровала. Это как раз то, что я себе нафантазировал, как раз то, что ожидал, то и получил. Потому что я немедленно, когда уже приобрел Super Nintendo, я приобрел этот картридж себе в коллекцию. Чем же она меня зацепила? В стадии тогда говорилось, что у игры есть такая уникальная возможность, что играющая каждый раз погода на уровне другая. То зима, то ветрено, то солнечно. Меня это удивляло. Как это так может быть? Плюс спрайты очень большие, красочные. На Sega, честно говоря, таких игр редко встречалось. Даже на тот момент, когда у меня Sega была, уж такие красивые игры мне не попадалось. По качеству можно сравнить, конечно, с Aladin, но здесь какая-то своя стилистика, своя харизма, и вот эта вся атмосфера луни-тюнса мультиков меня радовала. И Porky Peak, это та игра, за которую я очень сильно захотел себе Super Nintendo. Также была другая игра, которая заставляла меня, так сказать, приобрести эту консоль, была черепашка и ниндзя. Тогда я тоже узнал о том, что по геймплею это все так же, как и на Sega, то есть все так же, как и на NES. Ну, понятно, что beat'em up повторяется, но опять же, только круче по наполнению, это круче уровни, более разнообразно, что это правильный порт с аркад. Я это узнал уже даже позднее, кстати, с появлением интернета. Тогда уже мне удалось и ROM скачать, саму лично оценить. Я под большим впечатлением остался. Наверное, таким же впечатлением у меня было, когда ей журнал Великий Дракон листал. И тогда я думал, что как раз Черепашки и ниндзя это та игра, ради которой стоит приобрести Супер Нинтендо. И, честно говоря, не прогадал. Сейчас уже трезвым взглядом я понимаю, что если сравнивать это с Sega-версией с Черепашками, то это гораздо богаче, насыщеннее и просто интереснее. Это более качественная игра. Здесь Канави постарались, молодцы. Еще игра, которая побуждала меня купить Супер Нинтендо, это Супер Панчаут. Опять же, на страницах журнала Великий Дракон, по-моему, 38-й номерный, я могу ошибаться, там было подробное описание всех персонажей. Меня тогда очень впечатлило, что это такой комичный бокс, такой немножко в детском юмористическом стиле, тогда это очень привлекало. Но какая там была рисовка, детальность, вот эта анимация, красочность, она тогда просто цепляла. И плюс вот эти прикольные описания каждой персонажей, что один там француз, любит то, другой там какой-то толстый итальянец, к нему нужен другой подход иметь. Опять же, геймплей, я тогда не мог посмотреть, это были суровые 90-е, но я себе представлял, насколько это круто. Ближайший аналог, как мне тогда казалось, это халифайл боксинг, кажется так, на Sega. Ну, он тогда казался скучным, каким-то мрачным, больше таким правильным, вычурным, что ли. А Super Punch Out это как раз игра такая для подростков по фану. И потом уже, когда я приобрел себе Super Nintendo и обязательно приобрел себе Super Punch Out и опять же не прогадал. По геймплею она мне очень понравилась. Еще одна игра, благодаря которой я захотел еще больше купить себе Super Nintendo это вариация Batman Robin. Она очень сильно отличается от варианта на Sega и честно говоря он мне ближе, хотя я большой Sega фан. На Sega мне не нравится, что это по сути такой довольно типичный Run and Gun и он очень близок с Gunstar Heroes, Contra. Это конечно хорошо, но Batman я себе представляю немножко другим. Но как раз вот эта игра вариация на Super Nintendo она прекрасно передается дух мультика благодаря своей именно графике, стилистике, геймплей. Это такой неспешный платформер детектив, который прям заставлял размышлять, вникать в историю, потому что там есть и диалоги, по ходу диалогов понятно куда идти, что там Джокер опять замыслил, нужно успеть. Она держит напряжение и о ней я тоже узнал со страниц Великого Дракона. Было подробное описание. Из скриншотов тогда я понял, что это что-то крутое, что опять я пролетаю, у меня нету Super Nintendo. Но честно говоря, у меня на детстве так и не было и не попадалось ни у кого. Родители сразу прямо сказали, что есть ли смысл покупать Super Nintendo, если это по сути та же Sega. Ну, мы понимали, что нет. Потому что время шло и тогда стоило было задуматься о чем-то лучшем, например, на PlayStation. И так постепенно я стал приобщаться еще и в PlayStation. А все началось с того, что опять у очередного друга моего брата она появилась и когда он впервые пришел, там было несколько игр. Увидев их, я сразу стойко понял, надо выпрашивать уже на PlayStation. Но прежде чем я расскажу свою историю о PlayStation, какие игры побуждали меня купить эту приставку и больше всего меня впечатлили и я, расскажу о 3DO. Пожалуй, первая и единственная игра, которую я увидел, это была Gex первоначально. Она меня очень сильно впечатлила, потому что она была также 2D после Sega игр. Такие игры прекрасно воспринимались, я их прекрасно понимал еще тогда, хоть и был мелким, но мне было приятно и интересно в нее играть. Тогда еще очень сильно зацепили вот эти все диалоги, Gex очень сильно болтливые, графика бы очень сильно отличалась и 3DO тогда меня тоже впечатлило, что это первая приставка на дисках, которую я увидел и почувствовал на себе вот этот уровень графики, музыки и, главное, наверное звук, потому что диалоги на английском больше всего нас тогда цепляли. И вторая игра на 3DO это Road Rush. По сути, это то же самое, что я видел на Sega, только лучше, потому что уже заставки с настоящими героями, то есть записанные, да, видеоролики, графика уже была лучше, музыка была, CD-качество, в меню просто это нас поражало. Это 3DO первая приставка, где мы уже по-настоящему услышали звук, CD-качество. Ну, на Sega, где это можно было услышать? Конечно, нет, Mega CD у нас такого не было. Это был такой качественный скачок вперед и две игры, которые побуждали меня уже потом купить 3DO, будучи даже ретро-геймером, это Gex и Road Rush. Ну, а теперь поподробнее остановимся о том, что меня впечатлило на PlayStation. Первоначально, когда я увидел PlayStation у друга, было несколько игр, это Soul Edge, это, в принципе, сейчас игра, которую мы знаем, как Soul Calibur, и 2D Fighting по X-Men. Очень сильно удивило, потому что 3D-игры тогда я особо не видел, только на Panasonic 3DO, но они не так уж часто попадались в меня, именно 3D-игры, а тут именно Fighting по моему 3D, тогда мне было тяжело еще освоиться, и, честно говоря, даже разговарив с братом, мне казалось, что на 3DO графика лучше, потому что я так размышлял, ну, это же фильм, а тут что-то какие-то 3D-модели, там, и еще кривехонькие даже казалось, хотя, может быть, я сильно акцент не делал, тогда погружал в игру именно такие кинематографичные игры, которые были на 3DO, но потом у друга начала пополняться его коллекция PlayStation игр, и одна из них, которую я увидел из новья, ему тогда перед Новым годом подарили, была Геркулес, вот Геркулес оставил у меня такие же впечатления, какие оставил Аладдин, когда я увидел на Sega, я тогда столько захотел эту игру, думал, что все, надо выпрашивать на Сонику, потому что там есть Геркулес, опять же, эта игра, ну, отчасти она двухмерная, то есть там вся механика, она как от 2D, и мне было легко ее освоить, и в принципе игры такого жанра вообще я очень сильно люблю, тогда тоже радовало, что были заставки из мультика, мультфильм тогда уже шел на кассетах, мы частенько смотрели, уже знали, и тут по уже новому любимому фильму появляется целая игра, естественно, это не может не радовать, и я заигрывал с нее прям постоянно, когда мы брали эту консоль, но полностью мне так и не давалось пройти, потому что, опять же, надолго не оставляли приставку, другая игра, которая также оставила мне такое впечатление, благодаря которым я очень сильно захотел себе PlayStation, это Road Rush, по тем же самым причинам, по которым мне также нравился Road Rush и на 3DO, но Road Rush Jailbreak это совсем другая игра, она меня еще больше удивила и вынесла мозг, потому что графика уже совсем другая, расклад совсем по-другому, как все это играется, она ощущается совсем иначе, не так, как все-таки на движке старых Road Rush, музыка уже была в самих гонках, тогда я уже начал увлекаться и рок-музыкой, в принципе, я с детства так увлекался, но уже к тому времени все плотно-плотно начал подсиживаться на альтернативный металл и гранж такой слушал, поэтому саундтрек из Road Rush был мне близок, и когда я увидел этот Jailbreak, увидел погони, всякие разные режимы, то, что можно играть с напарником, то, что второй персонаж будет люльки, это меня просто вынесло мозг, мы играли и с одноклассниками, с друзьями, собирались разными компаниями, играли в эту игру, большое количество народа было, и тогда я думал, если у меня появится PlayStation, я обязательно буду себе Road Rush приобретать, потому что уже во все Road Rush, которые играл, мне все нравятся, на Sega Mega Drive у меня на любимые, я уже на 3DO приметил, что это мое любимое, естественно, на PlayStation, когда все по-другому, надо по-любому брать, потому что эта часть меня нисколько не разочаровала. Еще одна игра, которая меня очень сильно удивила и заставляла немножко по-новому посмотреть на игры, это Heart of Darkness, тогда игр похожего плана я особо не встречал, за исключением флэшбэк на 3DO, но флэшбэк тогда мне оказался чем-то вообще неприступным, он был, как-то, кажется, для взрослых такой какой-то чрезмерно сложный, скучный, а Heart of Darkness как раз такого паршивого игра, которая заинтересует ребенка, потому что первоначально она про пацана, она еще так начинается, как сейчас какой-нибудь пиксаровский мультик и постепенно вводит в игрока всю суть, но это только внешне кажется, что она детская, но потом-то я понимаю сейчас, наверное, сейчас я ее не осилю, хотя раньше я проходил, там система такая, что ты 25 раз только помрешь и поймешь, что от тебя хочет игра, иначе никак, это очень трудно, похожих я не встречал и визуально мне тогда казалось, что вот это плавный переход из заставок мультика уже в геймплей, для меня он тогда казался чуть ли не бесшовным, потому что еще заранее отрендеренные фоны, они очень такие графонистые, как сейчас говорят, казались, и мы даже тогда читали в журнале, тоже, по-моему, Великий дракон, что одна из немногих игр, которая на PlayStation используется 16 миллионов цветов, такой интересный факт, который действительно делает игру такой насыщенной, красочной и радующий глаз, тогда она меня зацепила, у друга был хороший вкус на игры, говоря которому я уже формировался, и уже, так сказать, заочно, мне приставка еще не появилась, но у меня уже был большущий список игр, которые я должен был себе приобрести, каждый раз играю в них, я понимал, что вот по-любому хочу взять, и именно эти игры будут у меня в коллекции. Уже в нулевых, когда я стал обладателем PlayStation, у моего приятеля была Dreamcast, на Dreamcast мы заигрывались много игр, в числе которых был Sort of Berserk, и был Dead or Alive, и эти игры меня очень сильно радовали, так же, как и Crazy Taxi, но Crazy Taxi она была такая аркадная, и такая достаточно сложная, мы в основном 30-40 минут поиграли, потом у нас времени не хватает, как-то игра усложняется, мы потом вырубали что-то другое, постоянно вырубили с ним Dead or Alive. После PlayStation это вот сразу казался качественный скачок вперед, насколько она динамичная, какая там анимация, уровень графики очень сильно отличается, допустим, насколько бы я не любил Tekken 3, не признавал, что это качественный файтинг на PlayStation, он все-таки не дотягивает Dead or Alive, который на Dreamcast, потому что это совсем другой уровень, как вы понимаете, плюс меня очень сильно удивляло вот эти смена декораций, что можно драться, драться, если ты, допустим, так очень сильно врезал, там потом вылетите, продолжаете, и уже совсем в другой локации продолжаете драться, это очень сильно так удивляло, разве что немножко расстраивало отсутствие нормального босса, он был какой-то такой невзрачный и в принципе везде одинаковый, и так постоянно мы играли, играли за разные персонажи, мне Ниндзи нравилось играть, и очень сильно мне на Dreamcast запомнилось именно Dead or Alive и Sword of Berserk, вот одну, и я из них приобрел себе коллекцию, осталось себе сорта Берсерк еще приобрести, и вот такие игры меня оставили впечатление о Dreamcast, потом позже я познакомился и Sonic Adventure, обе части, это тоже игры, которые заставили, побудили меня купить Dreamcast, потому что Соника я очень сильно уважаю, хотя так получилось, что все части Соника не были ключевыми в моем выборе приставки или каких-то особых предпочтениях, всю жизнь я этого персонажа люблю как главного героя, так сказать, SEGA'овского маскота и то, что все-таки игры на нем качественные, но особым фанатом я не являюсь, это я могу вам точно сказать, и в общем-то с перехода на PlayStation Dreamcast у меня особо не получилось, потому что себе я приобрел Dreamcast уже как коллекционер, ну а дальше понеслось, когда я стал коллекционером, уже в принципе я себе выписал какие я себе хочу консоли, начал их приобретать, потом вот после Dreamcast я приобрел себе Super Nintendo, потому что уже ну с детства пора, и потом уже начал потихоньку скупляться игры на разные приставки, приставки стал приобретать, в том числе и Nintendo 64 и прочее, прочее вы уже знаете, немножко уже сменились принципы этого собирания приобретения, сменились в общем-то цели, теперь хочется взять даже что-то совсем неизвестное, просто чтобы расширить кругозор, познакомиться с новыми играми, с новыми платформами, конечно же вот этого ощущения с детства нет, совсем вот этого ореола загадочности, когда тебе что-то недоступно, и ты ждешь, когда тебе родители что-то подарят или купят новую приставку, но однако сейчас я считаю, что на каждую платформу есть игры, которые побудят купить себе консоль, когда уже потихоньку я становился коллекционером, я PlayStation 2 себе хотел не за каких-то конкретных игр, а просто чтобы на тот момент играть в актуальные, мультиплатформенные, тот же Prince of Persia, Need for Speed и все остальное, потому что компьютерный гейминг это не мое, по таким же причинам я приобрел себе PlayStation 3, хотя Uncharted, когда я увидел, я думал, что обязательно возьму эксклюзив, меня порадовал, как-то уже эмоции поутихли, но все-таки я считаю, что на каждой платформе можно выделить для себя какие-то игры, и в сравнении либо с тем, что у тебя уже есть, либо в сравнении относительно того, что это что-то новое, что это может быть меняет твое мироощущение, или может быть то, что как-то тебя удивляет, или ты наконец в этой игре можешь получить то, что давно искал. Я думаю, у каждого есть такие игры. Такие были мои воспоминания, моя история о том, какие игры побуждали меня купить или приобрести ту или иную консоль. Я хочу обратиться к вам. Если вы автор какого-то игрового канала, то, пожалуйста, сделайте такие же свои видео на тему, если хотите. Какие игры побудили вас приобрести ту или иную консоль, или может быть игры, которые оставили вас такое впечатление, что вам, может быть, подарили в детстве эту консоль. Это может быть у каждого история своя. Я думаю, что каждый из нас может чем-то поделиться, и это будет для всех интересно. Ваше видео я добавлю в плейлист у себя на канале и также у себя в паблике. Ну, а если вы не хотите делать видео, то можете просто поделитесь в комментариях о том, какие игры побудили вас приобрести ту или иную консоль и оставили самые несгладимые впечатления. Ну, я прощаюсь с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся уже скоро. Всем пока!